Субтитры создавал DimaTorzok Головное питание – парадку дня, финансовый стан предприемства и организации. Обрача того, плануется разледить демографичную ситуацию на территории в области и удокладнить на керунки оптимизации системы установки культуры. Делегация представников сродков массовой информации Российской Федерации протягивает знакомиться с выдатными местинами Гомельской области. В культурную программу гостей наведывание мемориала «Багратион» трапило не выпадково. Миновито 24 червеня, 71 год тому, почалась одна из самых поспяховых наступальных операций 20-го стагодзя – «Багратион». Вольга Славина протягне. Уже год у местца недалека от вёски Раковича Цветлогорского района сярод хлебных колосов узвышается величный монумент. У далеким 44-м тут было только болото. Больша связкоца у местца, якою народе прозвали «Брыцкий мох», обыходила боком. Однако были и ты, кто ведал, як пера долись Багну. Их парады и спотребилися подчас распроцовки плана проведения операции «Багратион». Ранецей 24 червеня 1944 года советские войски почали рух прозврыцкий мох. Гэтага противник не чакал, бо на немецких картах территория была позначена як непроходная. До заходу дня, дякуючи по спяховому прарыву прозволота, советские войски смогли пройсти наперед. Завершилась операция на территории Польши. Страты оккупанта у пировой сели больше 530 тысяч человек. Прошел праздник 70-летия Победы, здесь многое не успели осветить, как, например, операция «Багратиона», которую мы и напишем. Первое, что бросается в глаза, это, конечно, как облагородили, обустроили территорию. Все очень чистенько, аккуратно, могли видеть, как детишки развятся в окопах. Все для людей очень хорошо. Люди, чтобы помнили свою историю, все заточено под это. Со заявлением на Светлогоршине мемориала кольк из туристов значительно повеличилось. Традицина для кожного жадающего проводится ознайомляльная экскурсия. История вызволения Синявокого краю цікавить многих, тем больше журналистов братской краины. Я первый раз сюда приехала, и, на самом деле, впечатление очень приятное. Гомель безумно понравился. Замечательный, красивый город, аккуратный, чистый. И, в общем-то, вся вот эта тема, ради которой, собственно, мы приехали, которая посвящена нашу поездку, операция «Багратион», это, на самом деле, очень интересно, очень важно. Очень хотелось бы, чтобы, наверное, вот это место было включено в дальнейший туристический маршрут. Вышиня памятного знака «Багратион» – 7 метров. У центра барельефа фигуры четырех полководцев – Константина Рокосовского, Йоргия Жукова, Паула Батова и Михаила Панова. По боках – воины. Уверх имкнутся стрелы. Яны показывают два головные удары войсков. Работа по створению памятного комплекса у гонороперации протягивается. Памятный знак, он перерос уже в монумент. В этом году достроена часовня, в честь святой достойная есть. Также достроены окопы, блиндажи, орудия установлено, танк ИС-3, это военная техника. И планируется открытие филиала музея Светлогорского историко-краеведческого. Вольга Славина, Валерия Гапанько, телерадиокомпания «Гомель» со Светлогорского района. Протягиваем выпуск. У «Гомеля» сегодня протягнется международная конференция по пытаниях выкорыстания новых полимерных материалов и организации больше тесного супрацовненства новуковцев, которые работают в этой сфере. На протягу четырех днен меркуется заслухать коля 250 докладов. Алексей Сенцеров потекавился обчимеде размова. Прикладно 10 годов тому отбылась ападея, которую науковцы называют «техничной революцией со светлого масштабом». Вот творчество полимеров, упершению первой силовой творчества стали. Как теперь, с долей иронии, кажут сами ученые, у громадства скончился железный век и начался век полимерных материалов. У Института механики металлополимерных систем Национальной академии наук на отсутствие работы сегодня не скажется. Хоча и на двород, как выполнить все запланованное, иначе раз литерально не хапая часу, при том, что все работы мают прикладный характер. В рамках союзной программы, например, тут занимались распроцовкой элементов для сподорожников. Еще одна перспективная глина – чугуночный транспорт. 7 годов тому гомельские науковцы поставили российские чугунцы специальные прокладки под рейки, которые дозволяют изменьшить шум, повысить худкость руху и значительно повеличить термин эксплуатации полотна. Эксперимент был различен на полгода, а лейматериал, який, до речи, может сам отновляться, не стратив своих якостей и до этого часу. Мы определяем для себя наиболее актуальные направления, в частности это помогает научной литературе, поиск и так далее. И там уже ищем наиболее перспективные направления, где приложить свои усилия. Бывает часто, что мы работаем по заказу предприятий, которые ставят перед нами конкретную задачу создания материала с конкретными физическими свойствами. Об признании заслуг белорусских навыковцев можно мерковать по складе удейников международной конференции. Сирот тех, кто приехал у Гомель, представники Украины, Германии, Почи, Грузии, Павдневой Кореи, Нигерии, Объединенных Арабских Эмиратов. Але наибольшь значное представництво российских ученых, за якими у белорусов шматгодовые партнерские совзи. Правда, на думку обо двух боков, зараз они повинны выйти на новый узровень. Почас работа конференции огучивается идея об необходности створения национальных структур, якея будуть кардиновать деятельность навыковых институтов. С заявлением Евразийского экономического союза это тем больше реально и актуально. Для того ж, по неким рахунку, зараз затекавленность у поглубленном супрасовнице взаимная. Разработки, которые зачастую здесь есть, они очень перспективны для использования в России. Сейчас, я думаю, очень удобный момент, когда различные санкции работают. И нацеленность на импортозамещение в России, скажем, учитывая то, что мы в одном государстве, здесь вполне идеи, наработки, которые здесь сделаны, они могли бы найти применение в России. Олег Синтеров, Александр Александронец, телерадокомпания «Гомель». У Гомельским областным драматичным театра отбился литературно-музычный вечер «Сустреча и переемность поколению», просвеченный 70-ю годзю Великой Перамоги. Организатором мероприемства выступил Белорусский союз офицеров центрального района города Гомеля совместно с коллективом драм-театра. Вероника Ворошилина протягне. В лику гоноровых гостей творчого вечера удельники ветераны Великой Чыны Войны, былые вязни канцлагера, воины-интернационалисты, ветераны працы Узбройных сил, представники протезанского руху и представники тылу. Усех этих людей объеднувая одна история и память об военных годах. Про это свежесть и шматлики ордена на мундирах, отриманные за боевые заслуги. Под час программы литературно-музычного вечера «Сустреча и переемность поколению», под живый аккомпанемент, ухудшать песни военных годов, а так само инструментальные композиции и верши про Великую Перамогу и ее героял. Выступали и сами фронтовики, удельники Великой Чыны Войны и воины-интернационалисты, многие из яких заявляются лауреатами творчих республиканских конкурсов. Запросили на концерт и молодь, бо минавита для их со сцены гучить галлоны заклик об тем, что треба любить свою родиму и робить усё, каб николе не повторить гэты жорсткий и безлитасный житёвый урок под назвой «Война». Если ты думаешь на год, то ты сей хлеб. Если ты думаешь на 10 лет, выращивай сад. А если на столетия, на века воспитывай патриотизм у молодёжи. Без патриотов не будет будущего нашей родной Белоруссии. Это им, продолжателям наших традиций, строить самое справедливое общество в той прекрасной стране, в которой они находятся, это родная Белоруссия. У гэты по особливому сердечно-творчий вечер присутные выказывали тёплые душевные слова у адрес своих товарищей по боевой службе и заправных сябров по житті. Многим з них уже за девятый десяток, однако житя любства, активности и внутреннего запала, не глядяши на годы и всей пережитой военной тяжкости, им не займать. Наш возраст так не позволяет быть всё время на веселе. Но в связи с тем, что пригласили на такое предприятие, да ещё одеть такой мундир, я одет в этом мундире так, как было положено по уставу Советской Армии. А молодёжи я могу пожелать только одного, чтобы они не видели событий, которые пришлось видеть нам. Собравшись разом, видовожцы военных подзей признаются, для их подобной встречи могчимость ушиновать память тех, кого уже нема устрои. Успомнить былые годы и одночасово узрадоваться сегодняшним, навод самым незначным житевым поспехам кожного. А главное настроиться выключно на позитивный лад. Вероника Ворошилина, Валерий Гопанько, телерадио «Компания Гомель». И на гэтым наш ранешний выпуск завершенный у Далагаус 7 дня и до новых встреч у эфиры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова